Это программа неделя в городе в студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. Ювелирный обман. Банк дает только максимум 6 процентов годовых. Мы даем 7 процентов в неделю. Москвичам предлагают невероятный способ заработка и сказочную прибыль. Слишком похоже на позднего маврона. Купить украшения и озолотиться. Невероятный способ заработка и сказочную прибыль предлагают Москвичам ювелирный салон, который открылся на Садовом кольце. Свой проект владельцы называют инновационным, а вот эксперты разглядели в нем классическую финансовую пирамиду ювелирной работы. Продавцами драгметаллов и красивых обещаний уже заинтересовалась полиция. Слово Андрею Ященко. Они гуляли с размахом. Люстры из хрусталя, улыбчивые менеджеры. На прилавках золото и серебро. Но украшения не главное. Все эти люди пришли за фантастическими бонусами. Верхняя цифра это цена изделия, а нижняя цифра это сумма кэшбэка. Покупаешь подвеску за 13 с половиной тысяч, а тебе обещают вернуть 14. И это только для новичков. Дальше больше. Банк дает только максимум 6% годовых. Мы даем 7% в неделю. В год это заоблачные 300%. Все, что нужно, вложиться в эти сертификаты. Мы какой-то договор заключаем, если мы... Нет, мы просто даем оппетанцию. Нет, а откуда следует, чтобы раз в неделю нам платить? У вас будет лично кабинет, где вы будете видеть, когда начисление вам... Кроме сомнительной бумажки, не имеющей никакой юридической силы и обещаний девушки, гарантий нет. Но, может, сотрудники все-таки смогут объяснить, как им удается дарить украшения и деньги, да еще и оставаться в плюсе. Откуда берутся? Я расскажу. Третью программу. Вы сегодня пришли, а завтра вы проведете с собой еще пятерых людей. Рассказ менеджера мы слушаем вместе с Павлом Медведевым. Его работа защищает людей от финансовых мошенников. Такой процент, который они обещают, 780 максимальный, насколько я понял, ну даже половину от этого процента, в качестве добавленной стоимости получить в реальной экономике невозможно. Поэтому это, конечно же, пирамида. Это нельзя назвать пирамидой, что можно назвать инновационным проектом и ноу-хау. Ноу-хау пришло с Украины. Меня зовут Николай Гонта, я основатель компании «Битэби Джеймер». Он торговал золотом и серебром, но украшения покупали неохотно. Тогда Николай Гонта придумал беспроигрышную схему – продавать мечты о красивой жизни. Я выиграла машину. Это было как сон. Не верилось. А сегодня это реальность. Квартиры, машины, путешествия. Счастливые люди в постановочных роликах. Богатые офисы в престижных районах. Работает беспроигрышно. Когда бизнес на Украине забуксовал, креативные ювелиры решили расширяться. Свой первый офис в Москве они открыли на Садовом кольце. По иронии судьбы, сверхприбылью в 800% людей завлекает прямо напротив столичного управления ГИБДД. Максимальные выплаты обещают тем, кто привёл 2-3 десятка вкладчиков. Начало типичной, абсолютно типичной пирамиды. Очень простодушные. Слишком похоже на позднего Мавроди. Бумажки, которые они изготовили, схемы выплат. По классификатору Центробанка, Битуби-Джеверли, стопроцентная финансовая пирамида. Совпадает 8 из 8 параметров. Идея сделать пирамиду на основе, под прикрытием, под ширмой, так скажем, золота и ювелирных изделий. Люди останутся без денег однозначно. Но несмотря на всё, от клиентов нет отбоя. Кто вложился сам, приводит друзей. Я уже получаю еженедельно проценты. Именно так всё и начинается. Дмитрий Обрачев вложил 200 тысяч в другую компанию, обещавшую клиентам сверхприбыль Кэшбери. Теперь скандально известную. Были выплаты поначалу в районе в день 3 тысячи. Три недели. Выплаты приходили, мы их снимали. То есть вводили ещё один оборот денег. А затем пирамида рухнула, выплаты прекратились. Офисы фирмы по всей стране закрылись в один день. Со счетов исчезли 3 миллиарда рублей вкладчиков. Они всё несут и несут туда деньги. И вот наступает период, когда руководство уже знает на 100% что никому оно ничего не отдаст. Она зарабатывает на каком-то круге определённую сумму с большим количеством нолей. И всё это прекращается. Крах пирамиды – это лишь дело времени. Но каждый надеется успеть. Похоже на пирамиду, но разберёмся потом. Надеюсь, всё будет хорошо. Как правило, вдохновители схемы к этому времени уже за границей. Финансовые пирамиды – это мошенничество. И Туби Джеверли сейчас проверяет полиция. Но парадокс в том, что для возбуждения дела нужны пострадавшие. А пока всё не рухнет, люди заявлений писать не будут. Андрей Ященко, Михаил Князев, Константин Птушкин и Олег Добин. Неделя в городе.